Добрый вечер, дамы и господа. Поговорим сегодня о нашумевшем клипе Тимати, мой лучший друг. Ну что сразу бросается в глаза? Бросается в глаза, конечно же, садомазохистский месседж этого клипчика. То есть то, что там Тимати вертится в кругах Путина, это вообще-то, честно говоря, вообще никакой не секрет, это факт. То есть, ну, вспомните, кто был на инаугурации в свое время, Тимати там вертился тоже. То есть он к этим кругам близок, и поэтому некоторые обзорщики, они говорят, что вот, типа, он хочет наконец подружиться, чтобы там его куда-то в Кремль взяли. Да его уже давным-давно взяли, собственно говоря. Я не знаю, конечно, насчет ночной лиги хоккейной и так далее. Может быть, и там он присутствовал. Но то, что Тимати – кремлевский клоун, такой трубодур, скомарох, это как бы совершенно ясно. Это вообще ничего в этом нету. То есть, и поэтому те люди, которые с удивлением вдруг обнаруживают, что он как-то там прогнулся и поцеловал, подлезал жирно и так далее. То есть, это какая-то хрень. То есть, люди, это было всегда. О чем вы вообще говорите? Ну, в данном случае Тимати выступает дуэтом с еще одним персонажем. Вот. Подобной же наружности. То есть, как бы тоже рапером таким вот, кондовым. Там, дабл дядя Том, что называется. То есть, два они такие, дяди Томы, такие, в общем-то, персонажи, которым надо выжить как-то в России современной. Поэтому они хотят быть, естественно, святее Папы Римского. Я не знаю насчет там православия Тимати и так далее. Его френда, который появляется в кадре. Бегают ли они в церковь и ползают ли на брюхе перед Патриархом. Мне это как-то вот неизвестны, такие подробности. Но вполне возможно, что и да. Почему нет? Собственно говоря, если такого в тренд, то значит, будут и ползать. Но дело не в этом. Вернемся, собственно, к клипу. А клип меня ничем не потряс, ничем не обрадовал и не удивил. Он совершенно такой типичный продукт, метамодернистский, опять же, продукт. Потому что в нем всерьез говорится о каких-то безумных вещах. А это ничто иное, как признание в такой любви, причем мазохистской любви. В этом случае все произносится вообще открытым текстом. его дружок и сам Тимати, они, в общем-то, раздвигают булки, да, публично раздвигают булки. Говорят, там, белый владыка, возьми нас, как бы, через определенное место, да. И пусть вас не смущает, там, про каких-то девок речь, которые Путин может взять, там, и так далее. Бери любую. Бери любую – это в смысле Тимати и его бейфренды. Это вот так вот надо все это понимать, а не кого-то еще. Собственно говоря, это, опять же, такая клятва, да, вот клятва вечной любви. И эта вечная любовь, она взялась не вчера, она появилась не вчера. То есть совершенно ясно, что кремлевская подстилка, она хочет быть подстилкой вечной. И для того, чтобы быть этой вечной подстилкой, надо все время знаки внимания оказывать, максимальные. Вот это такое максимальное оказание знака внимания. Есть повод, день рождения, все. Значит, надо прогнуться как следует по полной программе. А для кого это вообще удивительно? Да не для кого. Ну, для меня вообще не удивительно, для людей оказывается удивительно. Это очень странно, что для кого-то это может быть удивительно. То, что наш Тимати такой дядя Том, это как бы всем известно, что такой дядя Том, это человек, который предает свой цвет. Вот. И поэтому, значит, он явно как бы вот говорит о каком-то белом господине. Да, что такое белый господин, белый владыка, иначе. Это доминанта, то есть домина, хозяин и так далее. Все это как нельзя лучше ложится на путинский дискурс. Да, как бы страна, это страна, которая прогибается. Да, есть хозяин. Да, он трахает в жопу всех, как бы, своих рабов. Вот. Что-то в этом есть удивительное. Для меня нет. То есть, ну, скажут, вот очередной хейтер. То есть, давно не слышали этой хейтерской дряни. Да, эта хейтерская дрянь, она у меня в башке, да. И, извините, я рассматриваю это буквально. То есть, эти слова, которые мне приходят в голову, они абсолютно скорректированы тем текстом, который в этом клипе существует. Эти резиновые маски Путина. Кто-то почему-то решил, что это троллинг. Ребят, какой это нахер троллинг? Это не троллинг, это вообще-то такая игровая модель. Это ролевые игры. То есть, в ролевых играх, когда человек надевает на себя эсэсовскую фуражку, берет кнут, мы же не подозреваем его в том, что он действительно эсэсовец настоящий. Да, он просто играет свою роль сексуальную. Когда молодые люди напяливают на себя маски Путина, совершенно ясно, что они играют вот в эту сексуальную игру. Эта сексуальная игра, вообще весь клип, он о сексе. Исключительно о сексе. Его интерпретировать надо только с этой точки зрения, больше никак. К сожалению, да, вот всё на этом. Я не фрейдист какой-нибудь, да, мне это, в общем, было бы насрать на это. Но если уж человек говорит открытым текстом вам, я хочу, чтобы меня трахнули туда-то и туда-то, так-то и так-то. И я там клянусь вечной любви своему господину. То что я ещё должен думать? Я должен думать, что это песенка о чём-то другом, о приготовлении картошки в мундире. Нет, конечно, это не об этом. Конечно, это не об этом, конечно, это о другом. Конечно, это о сексе, ребята, о сексе. О такой вот дрючбе. В общем-то, даже слово «друг», оно может интерпретироваться несколько иначе, да. То есть, ну, я не знаю. По-моему, это всё-таки... Я не знаю даже, зачем я должен это всё выговаривать словами. Я вообще не понимаю, почему ни один обзорщик на это своё внимание не заострил. Зачем-то там про какой-то «Ладо Седан» начинают рассуждать. Про баклажан, про баклажановый цвет, как выезжает он на Красную площадь. Да это всё хрень собачья. Это всё, ну, какие-то там аксессуары. Да, как плётка, как там, я не знаю, какие-то костюмчики СМ, какие-то цепочки, какая-то хрень, маски и всё такое прочее. Да, все те аксессуары, которые... Наручники, которые в СМ-практиках используются. Да, не более чем гарнир какой-то, вот декор, да. Да, всё те же оттенки серого. Абсолютно всё то же самое. Так что, в общем-то, этот клип надо рассматривать именно с этой точки зрения, а не как иначе. Очередная клятва очередного бандерлога. А, собственно, Путин кто у нас, да? Питон, удав, као. А бандерлоги, как известно, обезьяны, да? Ну, не будем показывать пальцы. Вот, такие вот мартышки, они хотят, чтобы их дрючили взад. Этот самый Питон, да, фаллический Питон дрючил её взад как можно сильнее и глубже. И мартышки от этого будут дико счастливы, потому что иначе мартышкам не выжить в этой чудесной атмосфере. Вот, собственно, и всё. Вот и вся аналитика. Я не знаю. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Олег Мавраматий. Я в последнее время очень сильно занят. Но вот данный клип всё-таки как бы меня заставил что-то произнести вслух. Спасибо.